Путь тигрика к счастью был настолько тернист, что его жизнь тянет на целый сериал в жанре мелодрамы. Начиная с щенячьего возраста, когда убили его маму, пёсик был вынужден каждый день бороться за выживание, оставшись на холодном люке возле рынка вместе с маленькой сестричкой Белочкой. Щенят отовсюду пинали и прогоняли. Они выжили только благодаря бездомной рыночной собаке, которая взяла малышей под своё крыло. Однажды, спасаясь от холода и гонений, они откопали себе ямку и таскали туда носки с прилавков, чтобы обустроить себе лежанку, чем вызывали ещё большую бурю негодования. Тигрик всегда был очень сообразительным и благородным. Он заботился не только о себе, но и о сестричке. С ней он всегда делился едой и укрывал с собой в случае опасности. На долю тигрика выпало очень много боли. Его сбивала машина, ему разбивали голову. А потом я узнала, что рыночники задумали отстрел собак. Было понятно, что кроме меня их защитить здесь некому. Поэтому я спрятала своих бездомных друзей в зоогостинице. После чего принялась искать им дом, параллельно спасая других пёсиков и котиков, которые тоже нуждались в какой-либо помощи. Время шло, сотни моих подопечных благополучно устраивались в семье, а тигруля всегда был как заколдованный. И даже если кто-то хотел его взять, то в последний момент что-то срывалось. А кто-то вообще смеялся над его окрасом, говоря, что такие никому не нужны. Но мы терпеливо ждали целых два года, хотя, признаться честно, я уже потеряла всякую надежду. Тем более у тигруля внезапно начались приступы, похожие на эпилепсию, что практически сводило к нулю его шансы найти дом. И вообще, дама мистически настроенная, поэтому склонна прислушиваться к знакам. И почему-то подумала, что именно он должен изменить судьбу моего несчастного друга. И казалось, вот оно счастье. На Рождество тигрулю он забирает домой полковник в отставке из Москвы. С тех пор тигрик стал жить в коттедже и кататься по городу на дорогой машине. И вроде бы надо было радоваться, но увидев его глаза на фото, я почувствовала, что у песика не все так хорошо. В общем, было неспокойно. Не хочу углубляться в подробности, но у меня были весомые причины, чтобы забрать его обратно прямо ночью. Одна из них – это длительное пребывание в одиночестве, пока хозяева на работе. Дело в том, что с диагнозом тигруля его нельзя оставлять дома одного больше, чем на два часа. Иначе в случае приступа без оказания помощи он просто умрет. И да, наверное, я ждала более теплого и трепетного отношения к нему. Не все наши волонтеры тогда одобрили мой импульсивный поступок, но этот шаг был судьбоносным. Ведь уже спустя несколько дней мне позвонил очень добрый человек по имени Сергей, который искренне переживал за тигрулю и высказал желание забрать его домой. Говорит, мне сегодня приснился сон, будто мой умерший песик сказал, пап, возьми себе собаку, которая никому не нужна. Сергей оказался очень чутким и мягким человеком, для которого собака – это не просто питомец, а тот же ребенок. И относиться к нему нужно соответственно. Дети Сергея давно выросли, но он еще полон сил и хотел бы о ком-то заботиться. Да и жена Раечка с его слов обожает животных, но она присоединится к ним чуть позже. Именно такого человека я изначально представляла себе в роли хозяина для тигра. Уже на следующий день Сергей примчался в клинику и сказал, что больше не хочет расставаться с песиком. Увидев своего будущего отца, тигрик так оживился и обрадовался. Он будто всю жизнь мечтал об этой встрече, хотя обычно он немного побаивался незнакомых людей. Мужчина целовал улыбающегося тигрика в нос и обещал, что теперь все будет хорошо. Все это я наблюдала по видеосвязи и не могла сдержать слезы радости. Наконец-то, все-таки я не ошиблась, и год тигра – его год. Мы наспех закупили подарки для тигрика на новоселье, но Сергей ничего не хотел брать. Он, оказывается, уже и так полозона скупил. Но с горем пополам уговорили. Во дворе дома я обратила внимание на огромную вывеску с надписью «Добро пожаловать». И правда, добро пожаловать в новую жизнь, дружище. Теперь я за тебя спокойна. Добро пожаловать в новую жизнь, дружище. Здравствуйте. 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 Ну, как вам, Сергей? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Ну, как? Зачем спрашиваю? Ваша? Моя. Назначно моя. И больше никогда ничего не было. Мама Инна, скажи, со мной все хорошо. Да? Все хорошо, скажи, мама Инна, со мной. Солнечный газ. Какой ребенок сказал, что ты некрасивый. Ты из Солиона. Ты красавица. Золотой. Коля, разрешите мне вывести? Мне не разрешают подписывать, чтобы подписывать. Можно? Да, конечно. Разрешаете? Конечно, конечно. Я сумку оставлю. Главное, держи. Пойдем. Спокойно. Спокойно. Игорь. Иди ко мне, мой родной. Иди, старик, ко мне. Иди ко мне, мой сладкий. Иди, собака. Иди, солнечный пьет. Да? Идем. Колбашки наскорее. Спаляк, дороги не лезь. Сейчас мы приедем домой. И тебе всего нальем. И покормим тебя хорошо. Я тебе все сготовил. Так, сейчас я быстро машину прогреваю. Тигруш, жди, малыша, ладно? Сейчас я машину прогрею, чтобы ты там в машине не переживал. Сейчас я подойду. Да. Так, сейчас мы куда-то налево, направо. Все, уселся. Домой зайдем, ознакомишься, побегаешь. Тигра дома. Тигра дома. Стой. Раздеваемся. Фарс, заходи. Да, сейчас. Я взял яблоку. Ладно. Сначала нужно куриный. Потом. Опора. Так. Иди сюда. Жрать, а вот сейчас будем. Сейчас, Михаил, сейчас. Так, убираем. Сейчас собака, сейчас парабанка. Голодная вся собака. Голодался, да. Тихо. Все, сейчас, 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 сейчас. Не могу я все сходу теперь сделать. Чуть-чуть, у тебя. Я понял, что ты просто проголазал. Ребенок, голодный, голодный. Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо, 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 танцок, танцок. Сейчас. Сейчас, сейчас будем кушать, сейчас будем кушать. Тихо, сейчас, потерпи. Уже готовится, уже разогревается тебе едя. Все, сейчас ты поешь, наконец-то. Тихо, низкий, двухлитровый, заказал. Тихо, 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 тихо. Он вообще такой достойный. Я сейчас покажу фотографию. У меня, правда, их мало, потому что они, они, на дурных компьютерах. приданный тигрик пришло наши зоомам и нормально приданный тигрика подушки одеял и все остальное оживай обживаешься все хозяин 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 показывай апартаменты свои тигрик дождался счастья своего ждал ждал дождался ой тигрик хозяин кровать залез а то уже свое лежбище да показываешь мне какая шикарная у тебя кровать я поняла вообще отлично да все апартаменты по полный тигрик от адрес никого красивый какой сделали мы его и понимаем так ребят сейчас он от телевизора прям балдеет а у зеркала телевизоры он от всего этого он возле и дать там на дачу приезжает у нас выйдет белый ты устроился так, а? так у нас яблочко при звонить я общаюсь с людьми очень редко и тяжелого так друзья иногда позвонят, поэтому не чувствуешь как он перенес дорогу, все хорошо? да нормально все рай, все нормально, тогда не буду вас отрывать спасибо вам на огромное, спасибо, а вам сил и всего спасибо, не буду вас отвлекать, вы сегодня устали, отдыхайте всего доброго, спасибо вам ребятам еще по домам добираться, все я тебе перезвоню я вас умоляю, две игрушки, одну на всякий случай, это шприц давайте витамин, таблет, ну мало что предусмотреть, я сама недавно у нас шприцы вы забили нет, поводок просой спасибо, да, вот это отлично, вот это мы сейчас перецепим прям в раз на игрушку, смотрите, витамины да, 21 день даем, потом 21 день отдыхаем, 20 день даем по одной в день я понял, все будем давать и витамины еще будем давать так, плюс, возьми метровая сразу, очень удобная эта рулетка ну зачем, ну, пусть я вас умоляю, Ольга, Паша, ну пожалуйста, пожалуйста, скажите Сергей, скажите, пожалуйста, где вы увидели тигрика и почему решили его взять я увидел тигрика на сайте, который ведет Инна ну, наверное, вы все ведете Зо, мама прекрасный сайт, он, правда, настолько тяжелый но он настолько нужный, вообще, ребята он правдивый и то, что творится в нашем, не самом, к сожалению, лучшем мире это ужас ну, слава Богу, есть такие люди, как вот, ребята, как вы, девчонки, как Инна как там, в Курске, еще девчонки, какие-то мальчишки есть я хочу вам сказать, огромное спасибо за ваш просто я даже не знаю, как это правильно назвать, но ведь реально титанический труд ведь реально в каоу морально тяжелая работа моральная сторона и физически тоже нелегко и я хочу сказать вам ребята, спасибо вам Оль, спасибо вам за то, что вот это чудо попало ко мне тигри, тигри ну, пока она в квартиру знакомится ну, иди сюда Оль, я хочу сказать, что даже когда собака у вас, вот я смотрю, как она у вас в вольерах сидит я же не просто так смотрел картинки я обратил внимание, как славины с любовью сами решеточки я обратил внимание, что там сделаны деревянные полы не бетоном залито, а деревянные полы я обратил внимание, я обратил внимание, что в каждом барьерчике есть будочка что собаки не худые, как велосипеды как которого вот из Якутска привезли говорит, что тигрик дом все, выбрал место да, ну хорошо, сейчас я могу это уже говорил, сейчас скажу на камеру вы как раз те люди, которые имеют право быть героями России спасибо как и собирались, мы показали тигрика доктора Субботину Сергей сам доставил своего сыночка в клинику и растрогал весь персонал он очень переживал за песика и просил обращаться с ним крайне аккуратно а еще он привез из дома кулечек с вкусняшками и бутылочку с водой видимо, боялся, что тигруля успеет проголодаться прошло время, и тигрик чувствует себя гораздо лучше он счастливо живет с папой Сережей и мамой Рай сказать, что они его любят, значит не сказать ничего там он не просто собака, а родной сын даже вторая подушка на кровати у Сергея лежит для тигрульки да, спит он только на кровати и имеет право недавно я отправила Олю к ним в гости с пакетом вкусностей и не могла не заметить, что тигрик уже наел бачка он будто бы родился в этой семье и очень доволен своей жизнью гуляют с тигриком по три часа в день и не оставляют ни на одну минуту в этом доме царит чудесная атмосфера гармонии и спокойствия а еще мне часто шлют приветы из дома и текст сообщений всегда заканчивается одинаково любящий и помнящий вас тигрик спасибо огромное вам, Сергей, вашей жене Рае и всем, кто все это время помогал тигрульке и переживал за него вместе со мной красавица мне кажется, что он тоже понравился а мужик уже, красота будет тигрик он даже поправился, мне кажется уже встал, да? да ну, значит, не холодно будет медитировать сидеть медитировать на кучке мясо а это индюшка у меня там живую? индюша? между yourself индюша хочешь уже со мной дружить все скажи, я хочу дружить, я боюсь скажи, я не хочу никто до уезжать я тебя не заберу террористическая организация в действии малявка игронок догоняй мой хороший догоняй 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 мой родной ай ты моя ай ты моя солнышко такая ты моя зайка давай мамки пошлем инночки пошлем маленький ролик пошлем инночки побежали 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 бегуны два бегуна ну ладно пока что